не так давно я делал видео в котором рассказывал про полезность или не полезность оборудование блок управления птур то самое оборудование которое вы ставите для того чтобы у вас управляемость туров немножко было лучше и меньше было отклонение птур то есть отклонение птур нас вызывает что правильно это коэпы и в том видео я немножко потестировал этот блок управления в общем то и сейчас все также думаю что блок управления ну как бы от него вроде бы есть польза небольшая но не настолько существенное чтобы обязательно его ставить на все птуровые тележки так вот в этом же видео я готов ответить на вопрос полезны ли вообще коэпы и какие коэпы полезные от которых от каких вообще в особо толку и нет на этот раз я использовал выборку для теста у нее там точно в улучшениях нет никакого дополнительного отклонения и в общем то нет разницы абсолютно 10 уровень 8 уровень я изначально думал что коэпы они тоже как-то ну типа выше уровень они современнее и поэтому лучше но посмотрев на характеристики да и в принципе попробовав я понял что нету разницы в плане коэпа в какой-то уровень то есть что на восьмом уровне есть хорошие коэпы и плохие что на десятом уровне есть такими же характеристиками хорошие коэпы и так себе коэпы то есть в принципе разницы нет от уровня это никак не зависит нас интересуют две строчки в характеристиках коэпа это отклонение ракеты от курса и дополнительное отклонение и еще тогда когда я тестировал блок управления у меня закралась мысль что на самом деле больше всего роляет есть ли вот эта строчка 2 дополнительное отклонение и я убедился что на самом деле она очень сильно решает итак давайте для начала для теста возьмем 90 90 а у которого просто одна строчка отклонения ракет от курса x11 и вроде бы до x11 ну то есть это максимальный x11 больше не бывает и вроде бы там от коэпа должна быть польза но по факту абсолютно никакой пользы вот просто все ложилось в точечку что есть у него коэп что нету и единственная так понял польза в чем наличие коэпа у 90 к это если у него есть усиленная если у вас стоит в активных способностях усиленный режим коэпа то есть это то что вам нужно ручками прожимать усиленный режим коэпа естественно шикарная вещь она работает не постоянно ограниченное количество времени но будет в хлам просто уводить туры это точно но без нее абсолютно считайте что у вас коэпа нет в общем везде где нету второй строчки дополнительное отклонение коэпа бесполезны неважно там будет x7 или x11 ну x11 как я уже сказал да у 90 как раз это максимальная и толку никакого вообще нету едем дальше возьмем леопарда 2 опять у него та же самая строчка x11 в отклонении но у него уже есть дополнительное отклонение 2 и вот хотя бы двоечка там в принципе попадаются козовые коэпы у которых есть 7 на 2 здесь 11 на 2 ну то есть если есть хотя бы 2 то уже ну уже видно что коэп работает скажем так то есть 11 на 2 это прям неплохо ну где-то 50 процентов уже не попадала если 7 на 2 то конечно влияние будет немножко поменьше но в общем если есть дополнительное отклонение хотя бы 2 то у вас значит уже есть коэп и от него уже какой-то будет толк ну опять же и сами понимаете что еще зависит от того насколько у вас картонный танк то есть если у вас какой-нибудь опять же советский танк то в нлд попасть будет даже с небольшим если у вас есть хотя бы небольшое отклонение у коэпа то уже будет очень сложно попасть если у вас там как огромное нлд типа как у леопарда там ли какой-то леклерка то сами понимаете просто-напросто даже при каком-то отклонении в любом случае проще будет попасть в это самое нлд это тоже стоит учитывать но тем не менее если вот у 90 к нет дополнительного отклонения то там хоть и маленькая нлд все будет залетать точно куда надо поэтому переходим к следующему виду как раз таки это идеальное сочетание это просто имба в этом плане имба танк это бурлак у бурлака помимо того что есть то самое небольшое нлд и еще и касс у него самый топовый коэп который в принципе есть в игре это отклонение x11 и до подклонения 4 в целом есть несколько модификации там есть много попадается у леклерков по моему 7 на три с половиной вот 11 на 4 самый крутой но то есть в любом случае три с половиной 4 это уже топовый коэп и уже от него и реально есть толк то есть если у вас такой небольшой нлд как у бурлака то попасть в нлд но практически нереально то есть даже вот в стоячий танк я стреляю и большинство птуров просто улетает мимо либо попадает в корпус ну соответственно без пробития и вот такие коэп уже реально стоит ставить опять же как я уже говорил на леклерках там довольно большое нлд но у леклерков в этом плане хорошее доп отклонения три с половиной и реально есть смысл ставить коэп то есть если бы там было просто отклонение ракет от курса там x7 или x11 то от этого вообще не было бы никакого толка но вот в таком варианте когда есть дополнительное отклонение можете смело да если у вас есть возьми вы прокачивать этого же леклерка и у вас возникает вопрос а стоит ли мне сейчас например тратите опыт на открытие этого самого коэпа то как бы да есть определенно есть смысл собственно поэтому я убедился на днях на стриме что самые жесткие казы это вот как раз у арматки т-14 152 у объекта 195 там мало того что маленькая полоска нлд в которую можно пробить турами и самый жесткий коэп плюс касс еще опять же то есть попасть если танк едет на тебя в лоб просто бесполезно так что в целом на опять же блок управления никак в этом плане не зарешает поставить его его ли нет абсолютно нет смысла никакого тут нужно сделать выводы только я считаю одни если вы играете на птуровой какой-то тележки и против на вас в лоб летит какой-то вот такой объект с хорошим коэпом то в принципе нет никакого смысла пытаться его пробивать то есть даже если вы его загуслить и и он перестанет влево вправо там мансовать вы все равно запаритесь выцеливать эту полоску нлд и как бы вывод должен быть из этого только один вы в таких случаях такие обт должны пробивать только исключительно в борта это хорошо если по это залетит в лоб такие танки абсолютно нет смысла пробивать в целом если говорить например про 8 уровень вот таких прям жестких коэпов очень мало то есть насколько я помню вообще как бы не только у бурлака вот такой прям чтобы с максимальными коэффициентами очень много попадается с коэффициентами там поменьше у леопарда вот я как я сказал уже в принципе неплохой у некоторых вообще нету ни коэпа там ни каза на восьмом еще уровне есть такие индивидуумы но это уже отдельная история но в целом вы можете по крайней мере уже отталкиваясь от этой информации дознать на какие танки вам стоит коэп этот вообще заморачиваться сразу ставить на какой нет и если вы играете на птуровых тележках опять же вы уже будете знать с какими танками у вас будут проблемы а какие в общем то можно и нормально простреливать в лоб в общем надеюсь был видео было полезным не забывайте ставить лайкос и подписываться и увидимся в следующем видео всем пока